Любая структура стремится распределиться. А чтобы ее централизовать, надо затрачивать энергию. Если мы перестаем вкладывать энергию в централизованную структуру для поддержания ее централизации, структура начинает сама по себе распределяться. Распределение не требует энергетических затрат. Распределение энергетически выгодно. Самый лучший пример распределенной структуры – это окружающая нас природа. Если мы посмотрим вокруг нас, то мы легко можем понять, какая часть этой структуры была искусственно централизована с приложением усилий и энергии, а какая часть этой структуры распределилась естественным путем. Но мы можем увидеть как распределение, так и централизацию на всех масштабах. Дерево затрачивает энергию, чтобы самоорганизовать себя из хаоса окружающего мира. Я бы даже сказал не самоорганизовать, а самосинхронизировать. Но если мы посмотрим на лес, который состоит из деревьев, то мы увидим самую настоящую распределенную структуру, где никто не затрачивал никакой энергии, чтобы создать лес. Лес самосинхронизировался, самосоздался сам по себе. Тем людям, которые считают, что без главных никак нельзя, что у всего должен быть создатель или у всего есть свой организатор, можно смело сказать, да вы за деревьями леса не видите. Если мы посмотрим на эти камни, выложенные в ряд, мы смело можем сказать, кто-то затратил энергию, чтобы выложить эти камни в один ряд. Камни сами по себе не могли себя так выложить. Точно так же и в блокчейне. Если мы посмотрим на цепочку блоков, то мы смело можем сказать, кто-то затратил энергию, чтобы сформировать из этих блоков эту цепочку. Хотя если мы посмотрим на весь блокчейн целиком, мы смело можем сказать, здесь нет никакого центра, он сформировался сам по себе. Смотря на этот бассейн, мы понимаем, что кто-то вложил немалую энергию, чтобы централизовать этот бассейн. Но этот кто-то перестал вкладывать энергию. И в итоге структура начала распределяться сама по себе. Как мы видим, природа берет свое. Несмотря на то, что именно это место, именно для этого бассейна, было выбрано здесь специально, ни одно из этих растений не выбрало свое место самостоятельно. Оно здесь появилось не по чьей-либо воле. Пройдет какое-то время, и мы не увидим здесь следов централизации. Мы увидим здесь самую настоящую распределенную структуру, которая будет выглядеть абсолютно натурально. То же самое происходит и с блокчейнами. Если на начальных этапах мы можем видеть строчки текста, кем-то организованные в программный код, и мы можем видеть, какая нода сформировала какой блок, то через некоторое время мы перестаем видеть следы какой-либо организации. Блокчейн начинает сам себя распределять. Природа берет свое. Как мы можем видеть, такие централизованные структуры, как дерево и плющ, синхронизируются друг с другом и создают распределенную структуру. Это самая настоящая распределенная синхронизированная структура. Точно так же кем-то централизованные компьютеры совместно синхронизируются и создают распределенную структуру. Так централизованные объекты собираются из распределенных объектов, чтобы создать распределенные структуры. И это следствие второго закона распределения, о котором вы узнаете в следующей серии. А пока ставьте лайк, подписывайтесь на канал ForkLog, а я пошел вкладывать энергию в распределение. Субтитры сделал DimaTorzok